В Свердловской области в городе Верхотурья почти 20 лет не строили асфортированные дороги. И вот наконец-то с 2015 года начались дорожно-строительные работы. Должны были заасфортировать две улицы, но в результате на сегодняшний день, 2 ноября 2016 года, работа не была выполнена в полном объеме. Вот об этом и будет видео. А теперь обо всем и по порядку. В 2015 году на сайте госзакупок и заказов появился заказ, цитирую, на устройство асфальтного покрытия дороги улицы Васильевская от улицы Мира до улицы Тенистая. Участок 345 метров. Цена контракта 1 миллион 428 тысяч рублей. Ответственное должностное лицо широких АА. Ссылка на источник в описании под видео. Предприятие «Стройтранс» выступило подрядчиком. Подготовка к работе началась очень активно. Довольно быстро были убраны старые плиты, которые находились на дороге. Завезли щебень, песок, вырыли канавы. Дорогу засыпали щебенкой, но укладку асфальта так и не сделали. Прошел ровно год. Асфальтированной дороги как не было, так и нет. То есть, получается, у нас могла появиться новая асфальтированная дорога. На это были выделены деньги. Вопрос к верхотурским властям. Где асфальт? Почему спустя год укладка асфальта так и не произошла? А сейчас мы перемещаемся в Зреченскую часть города, где на улице Пролетарской должны были сделать асфальтированную дорогу. Даже не верится. Но здесь проложат асфальт. Так и пойдет. От подвесного моста в горку. Сообщает газета «Новая жизнь». Ссылка на источник в описании. Радостная молва о том, что улица Пролетарская будет заасфальтирована, разошлась по всей округе. Но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация повторяется похожим образом, как в прошлом году, когда должны были заасфальтировать улицу Васильевскую. На сегодняшний день, на 2 ноября 2016 года, улица Пролетарская, так же как и улица Васильевская, не заасфальтирована. Вопрос к местным властям. А в проекте улица Пролетарская должна быть заасфальтирована? Кстати говоря, находясь на данной улице, я заметил вырытые траншеи, причем довольно глубокие. На перекрестках улиц Гражданская, Большая, Баянова и Пролетарская. Автопилоты, будьте осторожны!